Заготовив бревна одинаковых размеров и пробурив отверстия для их установки, приступаем к вырубке углубления, чтобы верхнее бревно не съехало во время нагрузок. Далее устанавливаем бревна в отверстия и закапываем, чтобы сделать их хоть немного устойчивыми, но этого мало. Нужно полностью исключить падение бревен. Делаем укрепление. Для этого заготавливаем два колышка, которые должны в свою очередь выдержать и не дать упасть бревну. Вбив два колышка под углом, связываем их веревкой, которая скрепит коле и повысит устойчивость ночлежки. Этого вполне хватит, чтобы не дать бревнам упасть. Дело осталось за установкой двери, стен и их покрытием, и внутренним обустройством ночлежки. Все бревна скреплены веревкой, которая не вступает к гвоздям при должном обращении. Но мы на этом не останавливаемся, а продолжаем обустраивать лагерь. Рефлектор. Про него мы узнаем не понаслышке, ведь мы часто используем костер-заборчик, который показывали вам еще ранее. Суть рефлектора в отражении тепла. Вбив четыре колышка нужной длины, укладываем бревна, которые образуют стену. Стараемся не допускать щелей между бревнами. Также коле можно скрепить веревкой. Теперь наступила очередь для создания столика. Заготавливаем две рогатки из повальных берез. Зачищаем от коры, подгоняем нужного размера и заостряем конец, чтобы вбить в землю без особых усилий. Ножки для столика готовы. Приступим к созданию столешницы. Раскалываем пень на две части. Одну из частей расколотого пня зачищаем от коры и делаем внутреннюю сторону плоской и ровной для устойчивости предметов на столешнице. Вбиваем ножки столика в землю и кладем в столешницу. Получается маленький столик. Можно накрывать на стол. За время работы мы изрядно проголодались. Приступаем к готовке мяса. Насадив мясо на шампур, отправляем его на костер. Наступает томительное время ожидания, которое можно скрасить наслаждением природы. Мясо замариновали в луке, яблочном уксусе, при этом добавив перца и соли. Оно получилось вкусным и сочным. Продолжение следует... Сосиски в тесте вкусные при употреблении и просты в готовке. Для их приготовления понадобится тесто, сосиски и фольга. Делаем двух видов, закрытые и открытые. Сосиски в тесте. Сосиски в тесте. Сосиски в тесте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok После сбора сока не забываем замазывать раны смолой